С вами Ольга Джеролл и AmazingRussian. Здравствуйте! Если сегодня будет тепло, мы пойдем в парк. Ты не знаешь, будет ли сегодня тепло? Я не знаю, пойдем ли мы в парк. Мы уже говорили о слове если. Сегодня поговорим о слове ли в этом видео. Завтра будет снег? Ты не знаешь, будет ли завтра снег? These two questions have the same idea, but they're asked differently. The first question is a direct yes-no question. Завтра будет снег? The second question is indirect yes-no question. And it's embedded in another question. Ты не знаешь, будет ли завтра снег? В Москве холодная зима? Я хочу узнать, холодная ли зима в Москве? Two questions with the same idea, but asked differently. В Москве холодная зима? It's a direct yes-no question. Я хочу узнать, холодная ли зима в Москве? It's an indirect yes-no question. And it's embedded in a statement. The statement starts with я хочу узнать. And the indirect question is холодная ли зима в Москве? We use li in indirect yes-no questions. Какая завтра будет погода? Я не знаю, какая завтра будет погода. Когда начинается осень в Москве? Я тоже хочу спросить, когда начинается осень в Москве? We do not use li in the sentences with the WH questions. For example, что, когда, какой, где. Here are some common expressions that start the sentences with li. Я хочу узнать. Я хочу спросить. Мне интересно. Интересно. Можно узнать? Можно спросить? Я не знаю. Ты не знаешь? The place of li in the sentence depends on the stressed word or key word in the sentence. The question below has three answers, depending on which word is stressed. Listen carefully for the stressed word, the key word, in the question, and the response will depend on which word I stress. Готовы? В Сочи тепло в сентябре? 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 The response? Я не знаю, в Сочи ли тепло в сентябре? В Сочи тепло в сентябре? The word order in the embedded questions often changes. Because the key word with Lee comes first. Вы любите кататься на велосипеде? Мне интересно, любите ли вы кататься на велосипеде? The stressed word is любите. Вы любите? I put Lee after that. Любите ли? And then the rest of the sentence. Мне интересно, любите ли вы кататься на велосипеде? Сегодня будет тепло? Я хочу узнать, тепло ли будет сегодня? The stressed word is тепло. Будет тепло? I put Lee after that word. Тепло ли? And the rest of the sentence. Я хочу узнать, тепло ли будет сегодня? Вы будете путешествовать летом? Вы уже знаете, будете ли вы путешествовать летом? The stressed word is будете. Будете? And I put Lee after that. Будете ли? And the rest of the sentence. Вы уже знаете, будете ли вы путешествовать летом? The verb есть with Lee sounds есть ли? It could be confused with the other if-word, если. Интересно, есть ли в этом лесу интернет? Если здесь есть интернет, то я скоро буду дома. А теперь давайте вместе. В Москве будет теплая погода? Интересно, теплая ли погода будет в Москве? Я не знаю, будет ли в Москве теплая погода. В Москве будет теплая погода? Я не поняла, в Москве ли будет теплая погода? Ответьте на вопрос и скажите, что вы не знаете. В Сочи тепло в сентябре? Я не знаю, тепло ли в Сочи в сентябре? В Сочи бывает снег? Я не знаю, бывает ли в Сочи снег? Какой климат в Сочи? Я не знаю, какой климат в Сочи. Please note that this is not the yes-no question. So, no Lee. Завтра будет дождь в Сочи? Я не знаю, будет ли завтра дождь в Сочи? Трансформация. Какой был вопрос? Интересно, холодно ли уже в сентябре на Аляске? На Аляске уже холодно в сентябре? Я не знаю, поедем ли мы на дачу в выходные. Вы поедете на дачу в выходные? Можно узнать, есть ли здесь в горах озеро? Здесь в горах есть озеро? Я хочу спросить, нужно ли взять тёплые вещи? Нужно взять тёплые вещи. На сегодня это всё. Спасибо, что смотрели это видео. До следующего раза.